Все о скакунах. Лошади играют большую роль в жизни человека, выполняя различные функции, от помощи в сельском хозяйстве до участия в спортивных состязаниях. Классифицируют их согласно внешнему виду общей конституции телосложения. В зависимости от рациона питания и соответственных нагрузок различают несколько видов лошадей, упряжная, куда входят тяжеловозы. Лошади для сельского хозяйства – каретный, другое название, шорный, верховая, вьючная, скаковая. К упряжным относятся бельгийский тяжелоупряжный, брабансон, знаменитый на весь мир английский шайер, шотландский тяжеловоз, клядиздаль, суффолк, першерон. Самые популярные русские породы – бетюк, владимирские и советские тяжеловозы. Животные этого вида имеют крупное телосложение, толстые шеи и мускулистые ноги. Они сильны и выносливы, предназначены в основном для перевозки грузов и в сельскохозяйственных работах. Верховые породы. Лидерами среди верховых являются породистые чистокровные лошади, которые участвуют в мировых соревнованиях. При этом другие породы в скачках не участвуют, так как они заведомо обречены на поражение. С коконт нам принадлежат арабская, чистокровная, ахалтикинская, эрская, тракиненская, ганноверская, украинская, верховая, кабардинская порода – буденовская, англо-кабардинская породная группа. Это благородные животные с грациозным экстерьером. Они стройны, выносливы и часто прихотливы в содержании, тяжело адаптируются к климатическим изменениям. Телосложение пропорциональное, стройные ноги, небольшая голова. Издано животных этих пород комфортно, так как они плавно несут своих садников. Породы скаковых лошадей. Лошади-скакуны, как и верховые, используются чаще всего на спортивных соревнованиях. Но в отличие от верховых они более выносливы, поэтому их можно использовать на длинной дистанции в забегах. Экстерьер этих пород также благороден, как и у верховых, но они менее прихотливы в содержании. К таким скакунам относятся голландская теплокровная, вестфальская лошадь, породы ирландских скакунов, галштинская лошадь, альденбургская, французская. Описание спортивных пород. Арабская чистокровная, одна из древнейших пород. Отличается благородной посадкой сухой и немного изогнутой головы, уникальной плавностью шага, из-за чего считается одной из самых красивых пород в мире. Первый такой скакун появился на Аравийском полуострове благодаря племен бедуинов еще в шестом столетии. Эти животные охоте сложены пропорционально, но они не высокого роста. Именно арабские скакуны оказали наибольшее влияние на выведение других пород для конного спорта. Жеребцов данной разновидности до сих пор используют как основу для селекции. Арабская ахалтикинская порода очень эффектна внешне, у коней сухое поджарое тело, узкое телосложение, высокая халка, выразительные глаза. Грива практически отсутствует, хвост не густый. Часто среди них встречаются особо редкие масти с золотистым мытливом, которые не встречаются у других пород. Их родина – азис ахалтикинский в южной части Туркменистана. Они считаются чистокровной породой, так как не смешаны с другими породистыми сородичами. Важно! Характер у этих лошадей непростой, часто подпускают к себе только хозяина. Их отличает особая плавность в движении, когда несут всадника. В целом это резвые, легко адаптируемые животные, не нуждающиеся в большом количестве воды. Из-за своей выносливости их часто используют в бегах на длинной дистанции и соревнованиях с препятствиями. Голландская Уармблад – теплокровная лошадь официально зарегистрирована в Каненк-Лижека Уармблает Пардинс. Там бог Нидерленд королевской племенной книги KWPN. Порода лошадей отличается красотой, силой и грациозностью. Животные быстрые и выносливые. Являются лидерами среди верховых спортивных пород. Участвуют практически во всех соревнованиях конного спорта, включая конкур, драйвинг, выездка и трейборье. Бельгийская теплокровная порода считается идеальной для конного спорта, так как она особенно хороша в прыжках через препятствия, хотя ее используют и в сельском хозяйстве из-за необычайной силы этих животных. Родиной их является Бельгия, но в данное время они также распространены в Соединенных Штатах и Европе. Они бывают разной масти и насыщенность оттенка – гнидами, воронами, рыжими, серыми и темно-гнидами. На голове часто имеются белые пятна. Отличаются мощной холкой, сильной шелей. Крупа животных длинная, спина прямая, сильные ноги и мощная широкая грудь. Голландская вестфальская порода лошадей происходит из региона Германии под названием Вестфалия, откуда, собственно, и название. Отличаются крепким телосложением, встроенными мускулистыми ногами и аристократическим профилем. Они крупнее верховых английских. Масти встречаются в основном рыжие гниды, хотя есть серые и вороные. В Ирландии лошадь является неотъемлемой частью жизни, поэтому там вывели множество пород популярных не только на этом островном государстве. Самый известный из них – ирландский коптинкер, ирландские упряжные, ирландский гунтер. Они выносливы и неприхотливы в содержании, чем завоевали всеобщую популярность. Важно, этих скакунов раньше использовали для передвижения военнослужащих в армиях разных стран мира, но в данное время они хорошо зарекомендовали себя на ипподромах. Голштинские кони в Германии считаются самой старинной породой, первое упоминание о них датируется 1225 года. Эти породистые животные давно завоевали признание профессионалов конного спорта и просто почитателей чистокровных жеребцов не только своими спортивными достижениями, но и покладистым нравом. У них отличные физические данные, кони сильные и выносливые. Особой грациозностью отличается внешний вид лошадей, у них красивая посадка, немного вытянутые головы, умные глаза и широкая шея. Но, несмотря на кажущуюся внешнюю хрупкость, они имеют сильное мускулистое тело и крепкий круп. Это настоящие атлеты среди своих сородичей. Чаще всего встречаются лошади серой, вороной, гнедой и темно-гнедой масти. Их используют не только в соревнованиях, но и на торжественных выездах, так как эти лошадки смотрятся очень эффектно. Альденбургская лошадь имеет интересную историю происхождения. Ее селекцией занимался в свое время Иоганн VI, граф Альденбурга в 1500 году. Он скрестил андалузских, датских и неаполитанских скакунов. Результат оправдал все ожидания. Сегодня эта порода является незаменимым участником многих соревнований. Своим экстерьером лошади практически не отличаются от волштинских и ганноверских пород, такие же грациозные. Но есть у них и своя изюминка – благородная осанка и выносливость. Они бывают самых разнообразных мастей. Голова немного крупная для тела, спина широкая и прямая, но в общем внешний вид у них красивый, с четким профилем. Украинская верховая Украинская верховая отличается от других скакунов неприхотливостью в содержании и удивительной выносливостью. Сравнись с сородичами из верховых пород. Эти лошадки-покладисты, легко подаются дрессировке, имеют высокие спортивные качества и добрый нрав. Выглядят они нарядно и благородно. Мастей бывают самых разнообразных – гнедри, рыжие, вороные, иногда серые и буланные. Родиной их является Украина. В данное время их выращивают на Александрийском, Егольницком, Лозовском, Днепр и Диркульском конных заводах. Ареалом распространения в основном являются территории Украины, Белоруссии и России. Лошадки этой породы имеют прямую спину, пропорциональную голову, широкую грудь, массивно сильный корпус и достаточно длинный круп. Они обладают лучшими качествами профессиональных верховых, энергичны, выносливы, быстры. Важно! Украинские верховые имеют много преимуществ перечистокровными верховыми. Они не только сильны, но неприхотливы в содержании и легко адаптируются к разным условиям, что делает их удобными в содержании для коневодов где угодно. Французская верховая или сель происходит из Нормандии, Франция. Появилась в прошлом столетии в результате скрещивания английской чистокровной нормандского коня. Имеет примесь арабских скакунов, английских и французских рысаков. Внешне эта скаковая лошадь привлекательна с развитой мускулатурой. У животных длинные ноги, из-за чего больше проявляют себя в качестве прыгунов в состязаниях. Характер у них спокойный, покладистый, редко проявляет агрессию. Обычно они бывают гнидой масти, но встречаются и рыжие особи. Лошади – неизменные спутники человека, независимо от того, какую функцию они выполняют. Эти умные животные пригодны не только для работы тяжеловозами или конными спортсменами, их часто используют в лечебных целях для реабилитации людей с тяжелыми заболеваниями. На этом поприще они показали себя хорошими терапевтами. Продолжение следует...